Л.Джи 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 Всем привет! Исключительно рада приветствовать вас в программе L.Джи в очередной четверговый вечер. И самое время весело пообщаться с гостями, которые ко мне пришли. Не весело не получится. Гости у меня сегодня веселые. Ко мне сегодня в гости приехали хроники Агаши. Это чудесная музыка, которую вы уже успели услышать в начале программы. А теперь мы будем разбираться, что же это за музыка такая, с чем ее едят. Ребята, здравствуйте! Л.Джи 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 Поэтому будем общаться без него А он будет присоединяться к нам уже На музыкальных вставочках Желаем ему скорейшего выздоровления Сказал Олег С которым мы знакомы уже достаточно давно Я давненько хотела с тобой поговорить Алекс Лис Который на губной гармошке Эдуард, я всегда не помню твою фамилию Юдовин Потому что столько лет Это Агаша, Эдик и Леша Для меня это так навсегда и останется Без всякого официоза Объясни мне пожалуйста У меня хроники Агаши Ваше название Всегда ассоциировалось с хрониками Акаши Ну это наверное не только у меня А у тех кто вообще слышал такое словосочетание Оно имеет друг к другу какое-то отношение Есть некая отсылка Просто грех было не воспользоваться Это созвучно Метафизика Мы же называем все это Метафизический регрессив джаз Я вот это наверное никогда не выучу У этого всего есть история Мистификация вымышленная И мы его запуливаем В космос И она живет там А что космос вам за это говорит? Космос Говорит, чуваки молодцы Давайте еще Космосу нравится Ну давайте тогда с того Как вы нашлись-то вообще? Друг друга-то вы как нашли? Ну хроники Агаши Это изначально был интернет-проект Я там что-то писал И просто под хэштегом выкладывал что-то Вот Потом К нам присоединился Эдик Ко мне У нас был другой проект совместный У нас пела Санька Юдашкина Ты помнишь? У нас был проект Блинка Вот Эдик присоединился именно к нему И потом остался с нами А Леша нашелся Он сам расскажет Это год-полтора года назад был На карантине? На карантине Перед карантином Мы как раз в этот период полтора Перед карантином Полтора-два года назад Мы все тебя нашли, Леша Вот вы меня нашли А с Агашей мы сдружились Очень крепко Да Леха приезжает Каждые выходные практически Из Иерусалима в Хайфу Чтобы поиграть На самом деле Леха для меня является таким вот Источником вдохновения Потому что человек Внезапно появившийся В фейсбучной группе Показавший свои умения Игры на губной гармошке У тебя практически Я помню Кто-то даже написал Кто-то Все молчали А кто-то все-таки высказался Что у тебя с этими гармошками Практически эротика происходит Практически секс Потому что с таким удовольствием И упоением Ты играешь на гармошке А потом я узнала Что всему этому Ты научился сам Как ты к этому пришел Вообще 28 лет назад В Москве На Красной площади Я увидел ребят Которые играли Вот Решил попробовать Просто тогда мы ничего не знали Не было ни интернета Ни с кем поговорить А вообще был религиозный мальчик В Кипе ходил с пейсами Серьезно? А Ленина ты в этот день видел? Ленина видел Это может Может Во сне Триггер нет Да Это наверное Это наверное Хорошее Самое лучшее время Которое я провел В своем И своей юности Ну вот И не было Значит Никакого Никакой информации Пошел в детский мир И купил себе гармошку Игрушечную Научился там Еле-еле на ней играть Это была Как сейчас знаю Тремоло Гармошка была Какая-то Непонятная Вот Она Значит Чисто Интуитивно Научился играть Августина Кто-то когда-то напел Как же без него С другой стороны Хороший еврейский мальчик Научился играть Августина Это звучит Очень забавно А потом То ли ее То ли ее украли То ли я Я честно не помню То ли я ее подарил кому-то То ли я ее Просто забыл Где-то потерял И уже Я приехал в Израиль Вспомнил Что я хочу делать Опять же Купил Я даже помню 170 шекелей стоило Чего себе На Это 95-й год Это В Петахтикве В каньоне Таком Возле Ирии И тоже Значит был самоучитель Я ученик плохой Вот Самоучители Это Надо чтобы было понятно И интересно Они нудно написаны были Все самоучители Не важно Плохой или хороший Английский я учил тоже По самоучителю Это учебники Написанные Суконным языком В котором творческий человек Ничего понять не может Смотря 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 Что Смотря какой Ну вот И не было Я поиграл Поиграл Тоже ничего не получилось У меня и забыл про нее На много лет А тут Попался фильм Какой-то Советский Про войну Ну российский Какой-то фильм Про войну Я люблю Такие фильмы смотреть И Почему-то Фашисты В палатке Играли Аллилую Аллилую Фашисты в палатке Аллилую 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 Коэна Да Вот его Коэн Фашисты Это вторая песня После Там еще знаешь Как это Палатка Артхаусное кино О войне что ли Ну война Там фашисты Зимой Такая палатка Там такой столб Лампочка вот так вот Весь-весь-весь делает И играет Короче Этот самый Лехина По кино про войну Батарантино Стайл такой Да И там фашист играет Короче говоря На губной гармошке Хорошо Играет Хоть и фашисты Аллилую Коэна Я сказал О Я сказал О А как научиться Я же хочу Наверняка На ютубе Ютуб это универсальный Да Вот Значит Универсальный источник Залез Много Очень Вот Пошел туда Пошел в магазин По дороге Там куда-то Я ехал Пошел Значит Купил гармошку Посоветовали Там Которую в интернете И все И начал научиться играть Быстро понял Что все эти ролики Они ничего Никому не нужны Там По голове Сам Мое прошлое Когда я начинал Это было другое Сегодня Это совсем по-другому Все Вот А к созданию Музыкальных инструментов К созданию музыкальных инструментов Тоже Мне понравился звук Пимака Я захотел Его Сделать Про Леху Придумали У меня Не бывает У меня У меня просто так Ничего не бывает Значит Если я что-то сделал И что-то решил Научиться сделать То надо научиться Сделать это так Чтобы я умел Это очень хорошо И не выступал Самому большому Великому профессионалу И мог с ним поспорить Вот А потом тебе это наскучивает Нет Почему же Оно не наскучивает Оно просто Создание инструментов Это некий Медитативный процесс У меня Ковыряться Под микроскопом Сидеть Особенно сегодня В последнее время Я ухожу Я могу там Отлечься Мне это нравится Делать Особенно Большой кафе Я получаю Когда я на этих Инструментах Играю Что это инструмент Сделанный моими руками Я предпочитаю Делать их Из дерева Я режу По дереву Я очень много лет Занимаюсь резвой По дереву И как бы Я обрезаю Орнаменты Когда это позволяет В общем Творческий человек Находит себя Где угодно Олежек Эпиграмма Я расслышала Я полюбила Гармониста Он все меха Мне растянул Это вот про него было Растянул все меха Эдик А скажи пожалуйста Бас-гитара Для меня всегда Была загадкой Выбор человека Играть на бас-гитаре Почему? Потому что Четыре струны Их меньше? Нет А почему Потому что Басисты В группах Обычно Дефициты Иногда Не исчезают Приходится Бас самому Брать А так у тебя Была группа В которой Не хватало Басиста И ты поэтому Конечно Когда перевели Все басисты Пришлось Бас брать Самому Но у тебя Басы какие-то Удивительные То у тебя Акустический бас То у тебя Пятиструнный Не ищем Легких путей Нет Акустический Для акустических Концертов Для электрических Пятиструнных Там еще Несколько Запасных Нот есть Вот Для меня Для человека Который на бас-гитаре Не играет И не понимает Вообще Как Знает зачем Но не понимает Как Даже Пятиструнный Был Так Тут на четырех Бы сообразить Как А буквально На днях Видела Пятидесяти Двух Струнный Бас Вот Этому басу Вообще Нафиг не нужна Группа Пятидесяти двух Струнный Так это уже Цимбалы Нет Это именно Бас Пятьдесят Две струны Это Тихий Такому басу Не нужна группа В общем-то Он все В общем-то Играет сам Тебя заставили Вообще Скажи честно Нет Музыкой заниматься Нет Абсолютно Нет Само собой Получилось Ну как-то Вот Я просто помню Что в детстве Детей которых Заставляют играть На каком-то Музыкальном инструменте И заниматься музыкой Мало кто из них В этом остается Конечно У меня Живой пример У меня дочка Учили играть на пианино Теперь она Ему не подходит Забыла Где какая клавиша На нем Я представил Эдика Катающего Гаммы На базе Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Было-было Ну это же хроматически А все какие играют На гитаре же хроматически гоняют В основном Когда учился играть Всяких Гонял туда-сюда Не знаю Меня гаммы убивали Это когда тебе нужно До того как ты начинаешь Что-то играть Фигачить эти гаммы И вот Ты до них уже устаешь Бас очень классный инструмент Бас вообще Шикарный инструмент А ты на вас выиграешь? Я тоже не играл Пришлось тоже Ну это мой Это мой инструмент вообще Это Я в него влюбился Ну я тебя вижу В основном стучащим на кахоне В основном играющим на гитаре И поющим Да гитару я пока не делаю сам Мультиинструменталист Сказал человек Который пришел Когда вот с этой вот Здоровенной фигней Басовая гармошка Басовая гармошка Басовая гармошка Такая вот Бандура В которую Страшно подойти На какой хромат Да звучит обалденно Нам просто нравится Наверное Как выяснилось Нам просто нравятся Низкие ноты Низкие звуки Нам нравятся Это очевидно связано С той вибрацией На которой вы находитесь Наверное да Наверное Типа вот Потому что басовая Басовая Как бы Партия Она имеет Какую-то особую Ну я не знаю Особую какую-то Она еще и каркас Как каркас Такую Атмосферу передает Бас-гитара По-английски Звучит как Бэйс Гитара Ну да База Бэйс Это база Давайте ненадолго Прервемся Послушаем еще одну Вашу композицию И продолжим Вашу композицию Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Философией Как и тексты Так и вот картины твои Я об этом думал Я размышлял Как пишется трек Значит Черное поле трек-листа Ничего нету Потом выстраиваются дорожки Какие-то Как бы Навешивается каркас И потом на это все Насаживается Потом это ходишь Слушай Что убрать Что добавить Это реально Ты очень права Это так Это очень близко А что для тебя первично? Вот и живопись, и вот есть холодные звуки, теплые, да, в живописи то же самое. Ну да. И норы, мажоры, это очень все близко и созвучно. А есть у тебя какое-то разделение между ними? То есть ты больше художника, потом музыкант, или ты больше музыканта, потом художник? Ну, мне музыка важнее. Музыка важнее. В приоритете. А это так, ну... Это хобби. Это хобби. Хотя, видела я твое хобби, оно у тебя получается не хуже, чем музыка. Ну, оно, я люблю это очень, это классно. Честно говоря, на вашу продуктивность смотришь, Люба дорого смотреть с одной стороны, то есть каждую неделю, практически, или два раза в неделю вы умудряетесь выпускать новый клип, новую песню. Я тут до одной не могу никак созреть, чтобы толком не записать, не снять. А с другой стороны, вроде все рабочие люди, все еще и не так близко живущие. Вы как умудряетесь? Это у вас сколько часов в сутках? Мы это пересылаем друг другу. Интернет нам в помощь. Так, он делает на одном планшете потом. Ну, короче, целый процесс это. У нас приблизительно, например, если конкретно говорим, да, о разных людях, живущих, как бы я живу в Иерусалиме, они в хайфе хоть, хотя в одном городе. Да-да, тоже. Разные стороны. Эдик, человек, как бы работающий с утра до какого-то времени. До вечера. До вечера, да. Потом у него, значит, редко бывает время прийти даже порепетировать. Силы, вернее, не бывают. Вот, есть интернет. Я сейчас, значит, пишу, например, я придумываю аккорды какие-нибудь, какую-нибудь прогрессию. Я придумываю в партию, если там есть флейты или есть этот вот мой кларнет, который я в последнее время сделал, или гармоника. Вот. По возможности пишу, значит, басовую гармошку. Все это сводится. Более-менее делается в дорожку. Я пересылаю ее через дропбокс. Агаша берет. Вот. Если они... Ну, короче, это все детали, тонкости, это не важно. А сколько, все равно, вот я даже слушаю это, я понимаю, что это какой-то процесс, который требует времени. Ну, оно требует. Но это же в кайф, это же в режиме баловства все. Нельзя к этому серьезно относиться. Как только к чему-то начинаешь запариваться, оно не будет работать. По моему опыту. Ну, то есть для вас, получается, период короны... Мы коллекционируем песни, мы ее записали, типа, представляешь, пока мы ее... Вот я пока это все свожу, потом я рисую, делаю клип на это. Она меня так вымучивает это все. Я ее потом слушать не могу, ни клип смотреть. А как же потом на концернах это играть? Ну, через какое-то... Нет. Самые какие-то штуки получаются иногда. Вот то, что мы играли, это из последних, где эта шея, это тоже на стихе Миши Дынкина, которого мы поем много. Он крутой. И тоже из последнего. Вот оно тоже так же получилось. То есть вот так вот на коленке практически. Да, и она вошла в программу просто. Здорово. Нам как-то повезло, что она вошла в программу. Честно говоря, слушая вас, мне кажется, что вот вам иногда... Я понимаю, что я ошибаюсь, поэтому объясним нигде я ошибаюсь. Мне иногда кажется, что вы играете настолько для самих себя, что вам вот интернет — это вот самое оно. И зрителей как таковые и не надо, учитывая то, какое количество материала вы выпускаете в интернет. Как бы зачем тогда концерты? Нет, зрители всегда нужны. Ну, ты же знаешь, но это по-другому работает. Я смотрю, Эдика оживился, наконец-то. Просто на концертах это совсем другая группа, совсем другой проект. Вообще, это энергетика. Абсолютно другое. И другие смыслы в это все вкладывают. Порой. То есть там уже, там музыкальная часть. Вот в клипах главнее всего, я думаю, там видеоряд. Я не знаю, у тебя настолько динамичный этот видеоряд, что я иногда за ним не успеваю следить. Есть такое, но это издержки психотипа моего. Ну да, потому что до счета того, как мы с тобой познакомились, я увидела твой первый клип, и у меня было сразу ассоциация... Нет, тогда был вообще кошмар. Тогда сейчас я... Вот. Сейчас уже как-то получше, потому что первый мой клип был, скажем, что это такое «Здравствуй, эпилепсия» было у меня, знаешь, такое... Да, да, да. Ей что-то называет, как сны эпилептии, что-то такое. Ну вот у меня тоже была реакция такая «Здравствуй, эпилепсия» это называется. Ты посмотрел и умер, потому что как это можно все осознать? А вы всегда согласны с видеорядом, Леша, Эдик? Да, мы... Так как мы это делаем в режиме баловства, и нам просто весело, а по-другому нам быть не может. Вот. Поэтому мы всегда согласны. Для нас тоже баловство. А если бы вам сегодня вот пришли и предложили, а давайте, пацаны, вы больше не будете заниматься ничем из того, чем вы занимаетесь, кроме музыки, а будете заниматься только музыкой? Да разве бог. Хоть через минуту. Это же... Это бы а если... Это фантастика. Это фантастика. Мы бы хотели, но это фантастика. Здесь, там, где мы живем, это фантастика. Ну почему? Зависит от желания. Нужно как бы... Психотип-то должен отправлять во вселенную запрос. Ну ты бы бунтовал, я это самое. Ты бы сказал, не хочу музыкой, я хочу рисовать сегодня. Не-не-не, я хочу музыкой. Вот. Потом бы нарисовал какого-нибудь на портрете какого-нибудь этого самого известного человека, и тебя бы насильно забрали. Ты понимаешь, вот ты говоришь, что согласны они или нет. Вот мы как-то сидели на выходных, а мне... До этого у меня есть знакомый, который попросил сделать клип, сделать промо для YouTube-блога. Значит, для этого нужно было гримом раскрасить и сфоткать маски. Четыре маски должны были быть. Вот. И у меня остался этот грим. Угу. Краска для лица. И мы что-то как-то в выходных сели, поехали, раскрасились, и там на хайфе наверху на университете сняли классный клип, подурачились, и забыли про него. Вот. И посмотрим когда-нибудь в старости, если доживем, будет классно. Что же если? Молодцы. К нам такие солдатки там этот, который змею увидел. Железный купол стоял рядом, и солдатки такие, значит, подходят. Они к нам так крадутся, значит, да? А мы там разукрашенные, короче говоря. Мы реально там... Да, три, значит, три дурня стоя, взрослых. С крыльями там же. Леха с дудочкой танцевала, там все дела. Да, это самое. Они такие, ребята, говорит. У вас все нормально? А и вот такая вот. Вы, говорит, пожалуйста, не фотографируйте, но, знаешь, робко так. Потом повернулась и ушла. Я говорю, ну... Воинская часть там, да. Вот эти культурные у нас отдатки. У нас еще один перерыв на музыку, и мы продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Писали на заборах чудеса, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вернулись. Музыка у нас хороша, песня у нас замечательная. И скажи мне, все песни, которые вы исполняете, они вот авторства скажем, того же Дынкина? Не-не-не, мы много поем нашего, ну, своего. У Эдика есть авторский материал, у меня Дынкина просто с ним другая история. Этот человек создал в такую франшайзу, вселенную, в которой я жил до знакомства с ним. Читая его стихи, я видел персонажей, которых я нарисовал в картинах. У меня есть вменяемая живопись, и нет. И да, вот в невменяемой нарисовались все, про кого он стихи пишет. А можно про невменяемую живопись чуть поподробнее? Это как-то вызывает много вопросов. Ну, такое, я это назвал агашизм. Агашизм. На самом деле, музыка его это тоже агашизм. Тоже агашизм. Тот же самый. Цельно невменяемая живопись, это как? Мне кажется, в живописи это все допустимо. Это интуитивная живопись, когда красок накидал на холл, впалил их, побрызгал, перевернул, покрутил, дал высохнуть. Какие-то образы увидел. Начал их прорабатывать. Вот. Это... Да мне кажется, Малевич так же свой квадрат рисовал. Не знал, куда черную краску деть. Квадрат вообще, квадрат это шикарный просто мистификация. Просто сидели чуваки в студии, поспорили. Говорят, а что если вот такое вот и при правильном промоушенге выстрелит? Ну там же три картины было, а выстрелило только одно. Изначально это же были декорации для спектакля, где был нарисован черный квадрат, круг и крест. Ну блин, это же сам типа... У Малевича же клевые картины есть. Нарисованные. Ну да, да. Замечательный художник был. Но все знают только про квадрат. Никто не понимает, зачем и почему, но все знают. Типа про паблика, да? Про нашего паблика. Тоже не знают, что квадратные у женщины квадратные бабы и все. А не знают, что он академический рисовальщик классный был. Ну таких вот много вещей, да? Например, сейчас вот эта картина, которая продалась за какое-то невероятное количество миллионов наполовину Шрёдером испорченная. Ну да. И никто не знает, кто этот художник. А вот Тайс Вомбле есть, вот этот знаменитый чувак. 70 миллионов евро. Типа, ну вот эти, где большие форматы, где каракули, как ручку расписываешь. В наше время это уже акт художественного, сам акт художественный. Продать тряпку на деревяшке за 70 лямов евро. Ну вот то же самое, как этот вот Бэнкси нарисовал девочку, которая держит в руках шарик. Рисунок практически ручечкой сделанный. Так в школе рисует. Я, правда, так тоже не могу. Я не умею особо рисовать. Но вот... Видели мы. Особо, я сказал. Но учитывая всех остальных, я вполне себе неплохо. Вот. И продал, это тогда продали за почти 2 ляма. Он был продан на аукционе Сотбис. И в тот момент, когда покупатель заплатил, встроенный Шрёдер в картине, начал её уничтожать. На глазах у чувака, который только что почти 2 ляма за это заплатил. Но сломался. Посрединке. Вот. И картина осталась наполовину недоуничтожена. То есть пол картины в рамке, и пол картины ошмёт. Качная история. Офигенная история. Чувак вроде как бы хотел показать, что он выступает против коммерциализации искусства. Но при этом вот эта уже недобитая картина была продана на том же Сотбис за 18 лямов. Потому что историю обрела на глазах у людей. Красота вообще. То есть через 18 лимонов, да? В общем-то. Тот же Малевич, который рисовал и другие картины, известен по квадрату, по одному этому. С одной стороны, нет грань его искусства. А с другой стороны, почему тогда... Вот Ван Гог, хороший пример. Чувак придумал стиль живописи свой. Например. Но при жизни как-то ему особо не пёрло. Скажем так. Потом мы неправильно его общить. Запаковали и правильно продали. И всё. Сейчас везде есть такие истории. А как бы я к строительству имею отношение? Там в дизайне штукатурка обломанная такая. Там кирпичи, как будто штукатурка. Ну, как вот древняя квартира, которая на снос, короче говоря, заброшенная, как в Припяти показывают. Не, круто, короче. Люди за это деньги платят, для того, чтобы так сделать. Да, я себе тоже такое делал. Правда... Не, ну это действительно клёво, да? Можно всё это сделать без дизайнера, да, было бы желание. Просто наклеечку купил, красочкой замазал, вот тебе всё понравилось. Дело в том, что когда мы картинку увидим, эта картинка, она правильно подсвечена. А правильная подсветка, она как бы хорошо продаёт. То есть получается всё обман? Конечно. Мона Лиза без правильной подсветки вообще не производит впечатления. Она из подсветки тоже. Есть простая, это самое, есть простая на курсе ИЦУФТУРА дизайн освещения. Нас повели, значит, в Каньон Раматавиев. Нам надо было увидеть дизайн освещения как в разных магазинах, так как Каньон Раматавиев. Он крутой. Как монолиза при правильном освещении. Я обратил, как бы, я же техник, да, я обратил внимание на одну вещь, значит, во всех магазинах, в большинстве магазинах, помененные LED стоят лампы, для того, чтобы сделать экономию. Они берут лампы, меняют на LED, который мало кушает. А в магазине, где сумочки продавали, на витринах стоят галогеновые лампы. Я говорю, о, потому что галогеновый свет передает так, значит, да, что вот все, мельчайший, то, что мы видим цвет, красный цвет, он будет другой красный, он будет красный, более привлекательный, как бы, под галогеновый, под лампой теплого свечения. Они на это, они стоят. Сумочка стоит 6 тысяч долларов, 6 тысяч шекелей, 18 тысяч шекелей, маленькая такая. Ну, есть такое, мне тоже это. Я хоть и девочка, мне этого не понять. Мне надо продать. Если этот магазин, если этот магазин есть в каньоне Ромат Авиев, наверняка он что-то продает, он не просто так, либо там наркотики. Ты знаешь, это хорошо, черту подвел. Эдик, а у тебя есть еще какие-то интересные творческие хобби, или тебе баса хватает и вот этих вот? Почему? Нет, не хватает. Я еще песни пишу, и у меня их много. А свой собственный проект? Есть. У нас, на самом деле, у нас 4 проекта. Эпическая сила. Внутри Хроника Гаши 4 проекта. Ого. А что мы только один наблюдаем? Скоро будем наблюдать. Можем наблюдать все. Скоро будем наблюдать еще один. Ну, мы скоро будем выходить на финишную прямую, надеюсь, в этот раз уже ты там споешь. Ну да. Вот. И первый проект есть такой товарищ, Олег Михеев, он поет песни Аукциона, Дыркина, ну и прочее, то есть, ну мы не делаем на них кавера, мы просто играем эти песни по-своему, как вот мы хотим их сыграть. Как чувствуем. Как чувствуем. Так оно. Зато уже интересно. Мы их даже не снимали. Второй проект, это мой, это возрождение белорусской команды «Алмазный фронт». Между прочим, у нас гитаристы из того состава, из всех, с кем мы играли еще там, в Витебске. Угу. Как интересно. Вот. Такая команда существовала 20 лет, играла. В 90-е годы это была рок-группа, в 2000-е это была регги-группа. Сначала по молодости ты можешь прыгать, потом тебе надо что-то помягче. Как Леми сказал, если ты почувствовал, что старт для рок-н-ролл, значит, так оно не есть. Для тех, кто не знает, Леми, это Леми Килмистер. Да, это моторхед. Незабвенный. Очень рада нас покинувший. Так. Вот. Ну, сейчас мы пока играли в акустике, сделали часть песен регги, часть песен не совсем регги. И вот и четвертый проект примерно на ту же тему, тоже возрождение одной старой хорошей группы. Фрэкинбок. Да, но мы хотим сыграть с моим клавишником один концерт в Родео мы сыграем. Ну, такой, памятный. Это будет интересно. Это будет клево. Со старыми текстами и такое. Мне их необычно петь сейчас. Как бы. Но они тебе уже, наверное, не так откликаются, как тогда. Они по-другому. Я думал, что они... Вот мы играли пару песен недавно там. Я думал, что я их, типа, не смогу что-то петь. Ну, нормально. По поводу коммерциализации мне Алекс напомнил интересную историю, которую я видела своими глазами. В Санкт-Петербурге в магазине обувном стояла пара туфелек, на которых было написано, по-моему, то ли 6 тысяч рублей, что-то вот такое вот. Подвальчик такой небольшой, но очень славная обувь. Зашла девушка, очень хорошо одетая девушка. Видно, что при деньгах и что для нее цены в этом магазине это прям вот, ну, так, на завтрак съесть. И вот она ходила вокруг этой пары туфелек, ходила вокруг нее, посмотрела, но не приближалась. И так ходила, как акула курсировала вокруг вот так самое. Заметив это, молодой мальчик, менеджер этого магазина, оглянувшись по сторонам, так никто ли его не видит, взял черный маркер, подошел к этой паре обуви, где стоял ценник, 6 тысяч рублей, дорисовал нолик и отошел. То есть пара стояла сразу стоить 60 тысяч рублей. В течение двух минут, то есть на следующем круге, в котором девушка проходила, увидела цену 60 тысяч, она эту пару купила. То есть, как бы, наверное, стоит о себе заявлять изначально, что это дорого-богато, да, иначе люди не поймут. Ну, наверное. Вот, вы не хотите, нет, как-то заявить о себе, что вот мы не просто играем для кайфа, что мы не просто, а мы вот прям настолько крутые, что вам нас не понять. Мы играем непонятную музыку. Не, мы... Не вменяемое творчество. Мы об этом говорили. Мы говорили. Мы говорили об этом. Ну, Ну, как-то тихо, судя по всему. А? Как-то тихо вы об этом говорили. И говорили, что вот мы играем такое, нам нравится, мы играем. Ну, ты знаешь, какую бы фигню ты ни придумал, у тебя всегда найдутся единомышленники. Ну, какие-то находятся же. Ну, единственное, хотелось бы делать это более качественно. Да. Мы нашли барабанщика. Она потихоньку приходит. Мы нашли барабанщика. Наконец-то. Наконец-то, буквально, совершенно случайно. Есть... Ты же знаешь Тему Рыбалова? Знаю. Вот. Тёма Рыбалова выложил из нашей студии, где мы тоже репетируем из дабл-студии в Хайской. Репетицию свою. И новый проект у него, он свои песни нашёл у чуваков себе. Угу. Я слушаю, такой сидит парень и играет. Прямо играет. Я думаю, о, класс. И они ещё его засветили, а у меня память на лице, я же художник. Ну да. И он в Родео пришёл на колбасник. Я говорю, о, а ты Миша? Хочешь играть? Да? Всё, класс, он с нами. Очень хороший парень. 22 года. У нас вот время подходит к концу, поэтому вот мне хочется, знаешь, на этой ноте поставить многоточие, да, как бы, вот не точку, не закончить, а многоточие, чтобы вот так вот оно просто легко всё и продолжало быть. Вот так встретились, друг другу по интернету переслали, хоп-хоп, клип, песня, да, как бы, увидели мальчика, желаю, чтобы у вас в дальнейшем всё так легко получалось и с концертами, и с творчеством, и вообще по жизни. Спасибо большое, что пришли. Друзья мои, вам же напоминаю, что если вы до сих пор не подписаны на наш канал или на нашу страницу в Фейсбуке, то так вам и надо. А вообще стоит подписаться. Меня зовут Лера, и мы с вами увидимся и услышимся на 106.4 FM Лучшее радио и в программе L.G. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok